Стамбул – крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны, расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую и азиатскую части, соединенные мостами и метро-тоннелем. По численности населения первый город в Европе – бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империи, название города. В VII веке до н.э. колонистами был основан город Византий. В 330 году римский император Константин I Великий перенес столицу Римской империи – Византии, которому было дано название Новый Рим. Однако наименование Новый Рим не прижилось и вскоре столицу стали называть Константинополем – городом Константина. В XIII веке арабы использовали название «Истинполен», которое восходит в греческой фразе «гречь» и «псилон», «сигма», «тауню», «пиомикрон», «лямбда», «йота» и «стимбеомикрон», «ли» в город или «городу». Отсюда и могло произойти современное название. Согласно другой версии, название происходит от Исламбул, что, однако, вызывает сомнения в связи с существованием вышеупомянутого названия «Истинполен», созвучного современному еще до падения Константинополя в 1453 году. Ферман 1761 граммов в качестве официального устанавливал встречавшиеся уже в документах 15-ти в названии «Исламбул» с конца 18-ти в европейских странах и в том числе в России. В употребление входит искаженная форма Стамбул. Формально город после его захвата турками перенос оттуда столицы империи не переименовывался. Для турок он как был, так и оставался Истанбулом, а для греков – Константинополем. До 1930 года официальное международно принятое название города Константинополь, каково и признавалось и Великим Национальным Собранием Турции. Подписи его полномочных представителей стоят под Лозаннским договором, текст которого использует исключительно топоним «Константинополь». В официальных русских текстах Константинопольского договора 1724 года, Парижского мирного договора 1856 года, Сан-Стефанского мирного договора 1878 года и Берлинского трактата 1878 года используется принятый тогда в России топоним «Константинополь». Другое историческое название, до сих пор используемое в титуле Константинопольского патриарха, Новый Рим или Второй Рим до 330 года Византии. В средневековых русских летописях и иной литературе часто именовался «Царьград» или «Константиновград». В болгарском и сербском топоним «Царьград» в настоящее время употребляется как официальное обозначение города. При провозглашении Турецкой Республики 29 октября 1923 года столицей государства была провозглашена Анкара, к тому времени уже несколько лет бывшая центром кемалийской администрации. 28 марта 1930 года турецкими властями было предписано использовать только турецкий вариант названия. В турецком языке топоним «Истанбул» пишется через «И» отличную от буквы «И». Это подтверждает, что до 1930 года власти могли использовать оба этих топонима, но порядок их использования пока не ясен. Обычные жители города турецкого происхождения, без сомнения, пользовались в быту турецким вариантом. «Истанбул» в греческом языке, тем не менее, название Капа, Омега, Ню, Сигма, Тау, Альфа, Ню, Тау, Юта, Ню, Омикрон и Псилон, Пи, Омикрон и Лямбда это сохраняется как официально принятое в Греции. Также по-гречески может называться просто «городом» в русском языке. Турецкое название «Истанбул» используется в русифицированном варианте «Стамбул». История города, следы первых поселений были обнаружены на азиатской стороне города и относятся к неолиту. Первые поселения в окрестностях нынешнего дворца Тапкапы могут быть отнесены к Бронзовому веку. Самые ранние поселения датируются 6700 годом до н.э. Византия Первой известной датой в истории города считается 659 год до н.э., когда на азиатской стороне Босфора появились первые греческие поселенцы из Мегары и их колонии стал Халкидон, ныне район города Кадыкёй. Непосредственно сам город Византия основал Визант из Мегары в 667 году до н.э. Удачное географическое и стратегическое положение способствовало бурному развитию торговли и процветанию города. Город контролировал Босфор и, соответственно, торговые пути из Европы в Азию и из Черного моря в Эгейское. Однако по этой же причине город много раз подвергался нападениям в 74 году до н.э. Город попадает под власть Рима, после чего наступил спокойный период. После значительного разрушения в ходе гражданских войн при Септиме и Севере город быстро пришел в упадок веки. Город неоднократно подвергался набегам со стороны варваров и с построек времен Септиме и Севера частично сохранился ипподром. Римская империя и Византийская империя В 324 году император Константин Великий развернул масштабное строительство на территории Византии, увеличив площадь города в несколько раз. 11 мая 330 года Константин официально переносит столицу Римской империи в город на Босфории и нарекает его новым Римом Константинополем. После распада империи Константинополь становится столицей Византийской империи. Самоназванием империи было рамейское, а народа рамей римляне. Этим именем Румлар по-турецки турки продолжают по сегодняшний день называть уже немногочисленных греков города. На протяжении тысячелетия Константинополь был столицей Византии, крупнейшим центром восточного христианства, одним из крупнейших городов мира. В 1204 был разграблен крестоносцами, которые установили в нем до 1261 года Латинскую империю. Восстановившаяся Византия под властью династии Палеоловов просуществовала до 1453 года, когда город был взят турками. Султан Мехмед II провозгласил город столицей Османской империи. Османская империя после взятия Константинополя османой, сделавшей его столицей своей империей, стали перестраивать город. Наиболее значительные православные храмы были обращены в мечети, включая собор Святой Софии. При Мехмеде II строится дворец Таб-Капе, мечеть завоевателя, Гранд-Базар. После захвата османами Египта в 1517 году, некоторые значимые исламские реликвии были перевезены из Каира в Константинополь. Константинополь становится центром исламского мира – халифата. Во время Сулеймана Великолепного в 1520-1566 годах для города наступает Золотой век. Османская империя существенно расширилась. В Константинополе строятся новые мечети, медреси и иные здания. Особое место занимает строительство мечети Сулеймания. Голубая мечеть строится в 1609-1616 годах при Султане Ахмедиае. Нередкие землетрясения и пожары, однако, приводили к потерям архитектурных ценностей города. В 18-19 веках Османская империя, находясь в постоянных войнах с европейскими государствами и Россией, теряет большую часть балканских владений. Болгарию, Крым. Статус Черноморских проливов и статус самого государства становятся объектом политики европейских держав в 19 веке. В 19 веке происходит некоторая европейзация таманской элиты, которая начинает проявлять интерес к европейским архитектурным стилям. Барокко и Рококо. Царствование и обдумие джеда эпоху Танзимата. В высшем обществе империи в моду входит французский язык. Европейское платье. Либерализируется в некоторой степени политическая жизнь и вероисповедная политика. Зримым символом перемен стал переезд резиденции султана из дворца Табкапы в новую резиденцию – дворец Долмабахчи. В 1845 году был построен первый постоянный Галатский мост, в 1850 году по Босфору пошли пароходы, в 1871 году в Константинополе начинает действовать трамвайная линия, а в 1875 году – карликовая линия метро «Тюнель». В 1889 году открыто пассажирское железнодорожное сообщение «Париж-Константинополь». В конце XIX века в городе создается современная по тем временам система электро- и водоснабжения. В конце XIX веков в городе был построен ряд крупных христианских культовых сооружений, в том числе католическая церковь Святого Антония Падуанского и православный храм Святой Троицы в Пере. Христиане разных конфессий составляли половину населения города в 1910 году. В годы Первой мировой войны Турция была союзницей Германии после их поражения в войне и заключения Мудросского перемирия. 13 ноября 1918 года Константинополь оккупирован войсками Англии, Франции и Италии. Национальное турецкое движение во главе с Мустафой Кемельем Ататюрком при значительной финансовой и военной помощи, оказанной большевистским правительством РСФСР начиная с осени 1920 года. В 1922 году освободила Константинополь от Антанты, Турецкая республика в октябре 1923 года. После победы турецкого национального движения во главе с Кемельем Ататюрком и установления Турецкой республики, столичные функции Константинополя переходят к Анкаре. Однако Константинополь сохранил роль торгово-промышленного, культурного, а позднее туристического центра страны. После принудительного выселения в 1923 году православного населения из Турции, Константинополь оставался единственным городом Турции, где оставалось значительное греческое население. Однако ряд дискриминационных мер экономического характера, предпринятых кемалийским режимом в 1930-е, 1940-е годы, привел к экономическому упадку и относительному запустению первой, ранее процветавшего района греческого бизнеса и культуры. География Расположение Истамбула расположен в холмистой местности на северо-западе Турции на обоих берегах пролива Босфора и с юга на берегу Мраморного моря. Основная часть города находится в Европе, меньшая в Азии. В свою очередь, европейская часть города делится на две части бухты Золотой Рог. Площадь города – 5343 квадратных километра. Координаты – 41,000 градус, Ш – 29,000 градус, Д – 41,000, 29,000. Стамбул обладает очень удачным географическим положением. Город расположился сразу в двух частях света на пути из Европы в Азию и из Черного моря в Мраморное море и далее в Средиземное. Климат Стамбул располагается на окраине зоны субтропического климата, однако испытывает влияние холодных ветров севера. Зимой в Стамбуле температура в среднем между плюс 3 градуса Цельсия и плюс 9 градусов Цельсия. Зима прохладная и влажная. Температура ниже 0 градусов Цельсия бывает в среднем 21 день в году. Почти каждой зимой выпадает снег, весна и осень приятно мягкие, но склонны к резким перепадам температуры. Летом в Стамбуле сравнительно жарко, средняя температура от 19 градусов Цельсия до 28 градусов Цельсия имеется периодой высокой влажности воздуха. Однако сильная жара в городе бывает редко. За год выпадает в среднем 850 миллиметрах осадков, в основном в виде дождей, которые приходятся приблизительно на 123 дня. Город получает более 2000 солнечных часов в год. Лето бывает солнечным, среднегодовая относительная влажность всегда высока, в среднем порядка 71,5%. Абсолютный минимум температуры минус 16,1 градуса Цельсия зафиксирован 9 февраля 1927 года. Абсолютный максимум плюс 40,5 градуса Цельсия. Таблица среднемесячного распределения температур в районы Стамбула Исторические районы и кварталы Стамбула Европа И по настоящее время в состав Илла Стамбула входят 39 ильчей или муниципальных районов, образующие городскую агломерацию Большой Стамбул, население которой составляет 13 миллионов 483 тысячи 52 чел. Стамбульская столичная муниципальная мэрия Ай-Би-Би координирует и контролирует деятельность всех районных муниципалитетов. К ее введению относятся вопросы общего бюджета, налогов и сборов, социального обеспечения, инфраструктурных проектов, строительства, транспорта, благоустройства и т.д. Экономика Середина 1990-х годов Экономика Стамбула является одной из самых быстрорастущих экономик городов в рамках ОСЕР. Согласно исследованиям компании McKinsey Global Institute, к 2025 году Стамбул займет в списке ВВП городов по ППП 14 место в мире, а номинальный прирост к этому моменту составит порядка 291 доллара США 5 миллиардов. На Стамбул приходится 27% ВВП всей Турции и 20% всей находящейся в стране рабочей силы, ВВП на душу населения Стамбула на 70% выше среднего показателя по стране, а производительность Стамбула как региона выше примерно на 50% при том, что в основном стамбульская экономика производит продукты с высокой добавленной стоимостью. Также в Стамбуле собирается около 40% всех турецких налогов, данные показатели учитывают также 30% проживающих в городе миллиардеров. Промышленность Стамбула имеет развитую диверсифицированную промышленность. Экономика в основном базируется на машиностроении, химической, цементной, пищевой, легкой, полиграфической, электротехнической, деревообрабатывающей, бумажной и стекольной промышленности, торговле и туризме. В основном производятся также самые различные товары такие как оливковое масло, табак, транспортные средства, электроника и многое другое. Несмотря на то, что стамбульская экономика в основном производит товары с высокой добавленной стоимостью, множество товаров с низкой добавленной стоимостью активно производятся и даже более заметны. Это сувениры, турецкие сладости, одежда среднего качества, национальные костюмы и многое другое. И хотя в сумме эти товары составляют лишь 26% от ВВП города, 80% экспорта города приходится именно на эти товары. Финансовый центр в Стамбуле располагается стамбульская фондовая биржа, единственная биржа в Турции, которая объединила существовавшую ранее стамбульскую золотую биржу и турецкую биржу деривативов. Здесь же базируются основные банки страны, иностранные страховые и общества и агентства. Старая биржа была основана еще во времена Османской империи в 1866 году. В течение всего 19 и начала 20-го столетия, Банкал-Аркадиси в районе Галата была финансовым центром всей Османской империи. Здесь и расположилась первая в Турции биржа. Банкал-Аркадиси оставалась важнейшим финансовым центром страны вплоть до 1990-х годов, когда большая часть турецких банков перевела свои штаб-квартиры в современные небоскребы районов Ливент и Масла-Круск. В 1995 году стамбульская биржа переместилась в свое нынешнее здание в районе Сары-Йор. Сегодня в Стамбуле строится еще один крупный деловой центр Аташихер-транзит через Босфор. Одним из важных факторов экономики Стамбула является его расположение на берегах Босфора. Босфор является единственным морским путем между нефтяносным Черным морем и Средиземным морем, вследствие чего Босфор является одной из самых загруженных водных артерий мира. Более 200 миллионов тонн нефти перевозится через пролив ежегодно. В среднем он загружен примерно в три раза сильнее, чем Суэцкий канал. Поэтому рассматривается вариант строительства водного канала в европейской части Стамбула для разгрузки Босфора. В Стамбуле располагается три крупных международных порта. Порт Хейдар-Паша, порт Тамбарли и порт Зетенбурну, а также множество более мелких портов и нефтяных терминалов вдоль всего Босфора, а также на берегах Мраморного моря. Туризм Стамбул – крайне популярное направление для туризма. При этом данный сектор продолжает быстро развиваться. Если в 2000 году Стамбул посетило 2,4 миллиона иностранных туристов, то в 2012 году уже 11,6 миллиона, что вывело Стамбул на пятое место в мире среди популярных туристических направлений. Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей. В городе действует 70 музеев, из которых только дворец Тапкапа и Айя София приносят в год 30 миллионов долларов чистого дохода. Всего же в городе насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей, а также множество иных древних достопримечательностей науки и образования. Стамбул является научным центром Турции. В городе расположено несколько государственных университетов. Среди них Стамбульский университет, Стамбульский технический университет, Университет Мармар и Босфорский университет, а также несколько частных университетов Едитипи, Малтепи, Галатасарай, Фатих и ДР. Также в Стамбуле находится Стамбульская академия экономики и торговли, Высшая техническая школа, Академия изящных искусств, Стамбульская консерватория и другие высшие учебные заведения. В городе действует ряд научных обществ. Турецкое медицинское общество, Турецкое биологическое общество, Турецкое химическое общество, Крупнейшие библиотеки города, Библиотека Стамбульского университета и Библиотека Стамбульского технического университета, Библиотека Сулеймания, Библиотека Байзида. Самыми крупными являются Стамбульский университет, Университет Мармара. Университет Мармара также является самым многоязычным университетом в Турции, где обучение на некоторых факультетах ведется на английском, немецком, французском и ДР. Языках, в городе множество частных и государственных средних школ, военных училищ, культура, религия в настоящее время подавляющая большинство жителей города, мусульмане, приверженцы сунизма. Сохраняется немногочисленная община православных греков, до 1920-х годов составлявших значительное меньшинство населения от Таманской столицы. В квартале Фонара расположен центр Константинопольской Православной Церкви и резиденция Вселенского Патриарха. Регулярное богослужение на церковнославянском языке совершается в вторых небольших храмах в Галате, на румынском языке служба в храме Святой Пороскивой. Также, существуют значительные общины приверженцев иных течений христианства, а также иудаизма. В Стамбуле с 1461 года находится один из автономных патриархатов Армянской Церкви – Константинопольский Патриархат ААЦ. Доступ для посещения немусульманских религиозных объектов, когда не проходит богослужение, в большинстве мест не совсем свободен, а в случае с синагогами может требовать предварительные записи и предъявления паспорта. Музей крупнейшие музеи города – Голубая мечеть, мечеть Сулеймания, музей храма Святой Софии, Стамбульский археологический музей, музей живописи и скульптуры, музей дворца Тапкапы, Мозаичный музей, музей турецкого и исламского искусства, музей восточной культуры, муниципальный музей, музей Долмабахче с часами башни, едикули, монастырь хора, музей пера в Биогу, музей Сакэпсабан ЖДР, театры и галереи, театры, городской, кентер, харби, фатих, гюльтепи, кадыкёй, оперный зал, максим, Выставки раз в два года в городе проходят бьеннале современного искусства, средства массовой информации, газеты в Стамбуле и издаются такие газеты как Сабах, Радикал, Мелит, Джумхурит и другие. Телевидение В Стамбуле расположены многочисленные местные и общенациональные телевизионные компании и студии, CNBC, SNM, Turk, MTV, Turkey, I, MTV, Turkey, Kanal D, ATV, Turkey, Show TV, Star TV, Sin5, SKY, Turkey, TGRT, Kanal 7, Kanal Turk, Flash TV, STV, Samanilu, Haber и другие. Архитектура Среди сыгравших большую роль в определении архитектурного лица города Зодчи и Синан Достопримечательности Стамбула Основные достопримечательности города удобно разбить на четыре группы по их расположению. Главная группа достопримечательностей расположена в историческом центре Стамбула, районе Султан Ахмет. Вторая группа находится на западе от центра. Это районы Биазит и Фатих. На северном берегу залива Золотой Рог расположена третья группа достопримечательностей. Районы Галата, Токсим, Бешикташ. Отдельно стоят достопримечательности восточного берега Стамбула. Перечисление достопримечательностей, разбитые по видам сооружения и историческим периодам, приведено ниже. Римско-византийский период Церкви Византийской эпохи Современной церкви Церковь Святого Антония Падуанского Мечети, дворцы, площади, крепости Румилихисар, Анадалухисар, замок Едикули, башни, башни Галата, башни Биазит, девичья башня, парки, зоопарки, аквариум Терквазу, Истанбул, аквариум, мосты, исторический транспорт, тюнель, исторический трамвай, вокзал Серкоджи, базар Истамбула, Гранд Базар, Египетский базар, Араст Базар. Субтитры создавал DimaTorzok